Че, ты готов? Ну и сейчас будем заниматься салоном. Ты из этой махнашки юбку там своей барышни свежи, блядь. Я их покажу. Ну все, ребят, встречайте мой новый проект, потому что Саня меня уже запарил со своей шушлайкой. Он все, в багажник его закинул нахер, просто заколебал он меня. Ты че, там еще рыпаешься, что ли? Пацаны, здорово всем, вот у нас уже и второй выпуск подъехал. И это будет выпуск опять про Санину машину, про пятерку, но уже про его салон. Он поездил в моей Ниве, музыка говорит, у тебя просто играет отменно, говорит, хочу немножко получше сделать свои тачки. Купил он уже ураловские динамики, плюс я заказал ему с сайта RS Motor уже чехольчики, ну чтобы салон был более-менее уже в порядке. Ну и сейчас будем заниматься салоном, так что будет интересно, погнали. На улице уже все тает, впереди ждет еще тонировочка в этой серии. Надо будет вспомнить, как вообще вот этими кривыми культяпками клеить тонировку. Ну и вон она стоит, пушка-гонка. Че, ты готов? Приобрели вот таких 20 хомутиков. Эти хомуты нам понадобятся для установки уже чехлов, я вам позже покажу. Ну и что касается Саниной магнитовой. Саня, я уже сказал, ты, говоришь, поездил на Ниве и захотел тоже автозвуком немножко, да, заняться? Хотя бы бюджетная версия, ну прям бюджетная версия. Че купил, ураловские динамики? Молот или какой-то, наверное. Захотел, чтобы тоже докачало чуть-чуть. Ну давай рассказывай, че, пацанам показывал, девушке показал, че, всем понравилось, нормально, да, заценили тюнинг по внешке, да, всем понравилось. Сам-то доволен? Конечно. Ну это мы еще не читали комментарии, пацаны, не знаю, че вы там напишите нам, да? Но пленку же не поставили. Ну да, главное, Саня остался доволен. Мы еще бака не затонировали. Пацаны, возобновляем конкурс самого креативного комментария. Пиши, оставляй, чтобы было смешно, весело и интересно. Я в следующем выпуске выберу победителя и отправлю уже 500 рублей, так что пиши и оставляй. Китайский пионер. Ну, короче, вот такой мафон стоит. Ну и колоночки вот такие маленькие-маленькие в дверях. Друзья, если вы не хотите постоянно лазить в жигулях и дорабатывать их так же, как мы и смотрите уже на новые машины, хотел бы вам порекомендовать очень отличный сервис, называется автоспо.ру. Как это работает? Заходите на сайт, выбираете нужную модель, комплектацию, вбиваете все характеристики, нажимаете поиск. И уже дилерские центры борются за вас. Самые лучшие предложения, самые выгодные предложения. Вы уже будете видеть, какая именно комплектация где есть в наличии. И что самое главное, что там только официальные дилерские центры. Вас не обманут, мошенников никаких нет. Сейчас у них еще новая функция есть. Допустим, если вы живете в Москве, набирайте радиус действия плюс 300, допустим, километров. И с этого радиуса будут именно указаны автосалоны, где есть нужная машина. Пользоваться бесплатно, так что удобно очень. Переходите по ссылочке в описании, смотрите и выбирайте себе новую машину. Сейчас Саня вам расскажет вкратце. Начнем с чего? Что, конечно же, запчасти мы заказывали в RS Motor. Так что, пацаны, заказывайте там запчасти. Выбор огроменный. Есть практически все, как и тюнинг, так и стоковые запчасти. Ну и по промокоду Абрам еще будет хорошая скидка. Переходите на их сайт, ссылочка будет в описании. И ознакомливайтесь с товаром. Что, все-таки двери будем шумить, потому что ты понял, да? Шумоизоляция на шумоизоляцию и на двери подиумы на 16. Вот такие подиумы аккуратненькие. В принципе, как у меня на Ниве. У меня на Ниве на 20, да? Здесь на 16 будет у тебя стоять. Давай динамики посмотрим. Сколько вообще здесь мощность? 180 ватт. Играть они должны неплохо. Вот мне нравится, как уравы играют. Саня у меня послушал и купил тоже уравы. Правда, модель немножко другая. Сколько за них отдал примерно, Саня, чтобы пацаны знали? Двушка. Так что у нас сегодня, пацаны, ну, бюджетный вариант, потому что... Саня, пацан, обычный, простой студент. Блины у тебя уже стояли, ты просто решил полочку поставить, чтобы лучше, красивее было. И чихлы. Не будем обманывать. Вчера мы еще попробовали их напялить, да, Саня? Посмотреть, вообще руки чесались. И просто они стиль, знаете, пацаны, такой строгий пацанский стиль. Ну, мы, короче, одну уже попробовали напялить, насандалить. И вот сюда вот одну вот такую вот натянули, сюда еще не стали. В принципе, аккуратненько. Вот посмотрите, допустим, старая, да, обычная обшливка. Или вот с таким вот чехольчиком. Так что нам еще надо будет все сиденья вот это вот уже выкинуть. Что у Сани здесь махнашка? Ты из этой махнашки юбку там своей барышни свежи, блядь. Я покажу. Ну и, конечно же, пацаны, это тонировка, как я вам говорил. Будем пытаться пробовать. Вот сделали не сильно темную, двадцатку купили. Так что посмотрим, как с двадцаткой будет. Ну, короче, пацаны, задач у нас много. Давайте уже приступим к работе. Пока я ходил себе искал отвертку, Саня уже раздраконил одну обшивку. Тут уже какая-то штатная наклеенная. Ты видел, Сань? Да. Приготовил я уже специальный инструмент. Называется массажер. По спине вот так вот, Саня. Как тебе, Сань? Неплохо. Короче, прикольно быть оператором на самом деле. Стоишь, ля-ля-та-поля. Снимаешь. Красивые кадры. Пока займусь установкой подиумов на такую чудо-обшивку. Надо сейчас старый динамик каким-то образом снять. На автовазе у Сани стоят колонки Hyundai. Практически Hyundai Solaris. Звучание примерно, наверное, такое же, как в Solaris. Но будут стоять пацанские Уралы. Тут же у нас сейчас лучший комментарий на 500 рублей. Так что там они начинают писать. Абрам, я хочу у тебя детей. Абрам, ты утром швейки. Ситуация, пацаны, такая, что здесь вот такая дебильная полка находится штатная. Саня тут уже снял заднюю обшивку сидений. И вот, чтобы ремни нам вытащить, вот эта фигня не вытаскивается. Мы подумали-подумали, что делать. Давай нафиг ее ломать. Потому что, ну, другого пути здесь нету. Либо все откручивает, наверное, пол салона. Ну, либо мы просто, вот, дебилы. Ну, короче, вот такие кусачки принес. Чепонька, хуй, еще. У вас затюнинг? Да нет, тебе обрезание будет. На задней полке у Саня вот такие вот динамики. Ну, они уже у него стояли пионеровские. 300 ватт максимум. 40 номиналов. Нифигасе, какая прям разница большая. Ну, играли, что они, неплохо, да, Сань? До этого. Ой, как красиво, да? А еще и с сеточками. С сеточками там даже? Ну, все, прикручиваем, короче, втыкаем. Ну, работы еще очень много. Ну, все, ребята, одна задача у нас выполнена. Все красиво, все аккуратно. Главное, Саня доволен настолько. Ну, все, ребята, встречайте мой новый проект, потому что Саня меня уже запарил со своей шушлайкой. Постоянно то, давай сделаем все, сделаем. Короче, пацаны, вон все, в багажник его закинул нахер, просто заколебал он меня. Ну, а машину на меня перепишем. Короче, будет новый чумовой проект, пацаны. Синяя молния. Ты что, там еще рыпаешься, что ли? Началась, короче, самая дебильная часть, которая меня немножко подбешивает. Это шумка дверей. Человек, который один раз в жизни шумел. Учить человека, который ни разу в жизни никогда не шумел. Саня там валиком вовсю наяривает. Нервы мои уже, пацаны, на исходе. Помимо вот этой вот звукоизоляции, или как она правильно называется, вот это черное дерьмо Саня решил сверху поклеить. Так что у нас получилось два своя веревочки. Все мешает, все неудобно. Уже, наверное, часа четыре ковыряемся. Уже тачка, уже вон где Абрам. Я уже не могу смотреть ни на тачку, ни на Саню. Ни на Саню, ни на тачку. Пацаны, наконец-то разгреблись с ситуэйшеном. Вроде бы все сделали. Закатали, поставили сюда уже колоночки, подиумы. Короче, Саня остался доволен. У него финальная часть. Это он колхозит машину наклейками. Наклейками это самое колхоз колхозить машину, Саня. Саня решил максимум наклеить. Теперь клеит на колхозе, на спойлер. Ой, да она нафиг, Саня, Саня. Чупик, да? Ну все, братцы, что планировали, сделали. Сейчас выгоним. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Ну что, друзья, вот и наш тюнинг подошел к завершению. Ну что, Саня, что тебе больше всего вообще понравилось? Музыка и выхлоп. Музыка и выхлоп самое, да, баще? Ну, машина преобразилась, это однозначно. Она у тебя была какая-то пенсионерская. Сейчас более-менее молодежная пацанская, да? Ну да. Будешь что-нибудь еще, либо будешь ее... Ну, летом пороги. Перекрас слишком жирный. Ну, а по дискам что, будешь что-нибудь решать? Ну, ищу. Ну, спойлер, как тебе вообще? Изначально он нам здоровый, да, показался, что такой какой-то прям чересчур здоровый спойлер. Ну, сейчас, мне кажется, вот что-что мне за день, Сарней, больше всех нравится, согласитесь? Это да. Баночка. Офигенные вот эти вот стекляшки, которые мне, пацаны, подписчики уже законали, уже говорят, Абрам, где ты их покупал, где ты их покупал? Ну, и со спойлером просто смак. Мы не курим, мы не курим. Выкинь ее. По салону, что мы доделали? Ну, в двух словах, что мы, Сань, музыку тебе поставили. Сзади полка. Здесь, получается, в дверях подиумы. Ураловская музыка. Чехольчики красивые тебе уже натянули. Ну, и зашумели, это вы все прекрасно видели. Кроме того, что, пацаны, на этом у нас выпуск подошел к завершению. Как я говорил, два выпуска будет, одна внешка, один салон. Пятерка свертывается. Саня, надеюсь, будет дальше ездить, дальше дорабатывать и дальше только улучшать. Так что все, Сань. Спасибо. И вам спасибо. Пишите, как всегда, комментарии, пацаны. Не забывайте, что у нас конкурс на самый креативный комментарий на 500 рублей. Ну, и лайки не забывайте ставить. С вами был уже Саня Абрам. До новых встреч и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok